Подводная эпопея закарпатских контрабандистов. Сегодня ночью снова задержали водолаза с приличной партией сигарет. Их вылавливают почти ежедневно. О тех, кто пытается переплыть границу с табаком, и как они попадаются в сети пограничников. Марина Коваль. В Закарпатье участились случаи водной контрабанды. За последний месяц задержали 8 водолазов-контрабандистов в Раховском районе. Здесь границы между Украиной и Румынией проходят по реке. Киса в этом месте не широкая и не очень глубокая. Такие гидрокостумы, которые контрабандисты убивают для отправки сигарет через государственный кордон Украины. Мы их вылечили. Водолазы-контрабандисты в основном крепкие мужчины. Нести на себе нелегальный груз тяжело. Одна упаковка, в которую помещается 500 пачек сигарет, весит примерно 50 килограмм. В Украине такая партия стоит около 8 тысяч гривен, а в Европе в 4 раза дороже. За перенесение одного ящика контрабандного тютюну, ну, судячи с того, что рассказывают сами затриманные, они имеют от 1000 гривен до 3000 гривен. На одному ящику сигарет платят им те, кто безпосередньо организует протиправную деятельность на кордоне. Переправляют сигареты не только по воде. В пункте пропуска Солотвина на украинско-румынской границе у иностранца, который возвращался домой, обнаружили 200 пачек сигарет. Во всевозможных тайниках легковушки. Сверху под обшивкой машины, под передней панелью и в дверях. А в пункте пропуска Шегини сегодня пытались переправить контрабандой сигареты на сотни тысяч гривен. Грузовик, за рулем которого был украинец, якобы вез в Польшу 22 мешка древесного угля. В каждом брикете нашли 4 пачки сигарет. Товари машину изъяли. Марина Ковалев, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер.